здравствуйте дорогие садоводы огородники и цветоводы наконец-то начался наш долгожданный сезон лета 2018 года мы на месте сидеть не можем как обычно весь опытный участок наш переделали страшно даже вам показывать не будем пока сейчас мы находимся можно сказать в нашей будущей теплицы размером 4 метра шириной и 10 метров длиной теплица будет в коньке выше 3 метров поэтому тепличников мы не дождались и решили сделать фундамент и подготовить грядки участок у нас неровный посмотрите какая высота получилась здесь вот аж три блока но выбора у нас не было выравнивали фундамент блоками и кстати рекомендую очень надежно уже показала практика блоки себя отлично показали фундамент для теплицы изумительный так вот выложили мы можно даже назвать его ленточный фундамент под нашу теплицу видите а здесь уже хопа и блоков наших не видно вот такой сильный перепад мы имеем но тем не менее вот такая на мой взгляд классная теплица у нас получится 4 на 10 и перейдем с вами грядка сильно мы не заморачивались взяли грядки даже я вам честно скажу мы разбирали сарай и многие доски нам пригодились это половая доска от нашего сарая довольно таки крепкая мы ее обработали антисептиком рекомендую обрабатывать антисептиком иначе доски быстро придут в негодность приспособили вот для такой опалубки где будут расти наши томаты особое внимание обратите на боковые усилители потому что иначе наши грядки будут разваливаться будет некрасиво но и потом доска скорее всего поломается мы взяли приобрели металлический уголок и этот металлический уголок очень удобен мы сможем его забивать берите попрощнее но и будет подолговечней я не помню толщину металла но у нас весьма толстый вот такие уголки будут изумительно держать наши грядки да но хотелось бы отметить что я бы рекомендовал все-таки обработать какой-то красочкой чтобы наш уголок не ржавел тогда его на дольше хватит мы избиваем получается и симпатично и практично теперь давайте поговорим о земле земля нам нужна с вами плодородная и мы с николай петрович им фурсовым с нашим главным агрономом всегда делаем очень плодородную почву о чем может говорить вон та огромная куча биогумуса биогумус вещь очень вам рекомендуем и будем рекомендовать всегда проверяли так вот 2017 году мы имели проблему уж очень был холодный год и мы спасались обогревателями какими-то печками было страшно что вся рассада погибнет и мы не сможем показать вам всю красоту который получается из наших семян в этом году мы стали умнее ведь у нас появился опыт и мы решили сделать теплую грядку теплая грядка нам поможет избежать проблемы вызванные заморозками а заморозки могут быть до 10 июня да сейчас май 24 градуса жара солнца мы уже все обрадовались заморозки то могут быть ночные и наши с вами рассада наши с вами растения могут погибнуть поэтому сделаем с вами теплую грядку что для этого требуется а для этого требуется перед тем как мы будем заполнять нашу опалубку нашу высокую грядку которая высотой у нас 20 сантиметров кстати это тоже уже благотворно будет влиять на температуру температура будет выше потому что грядка наша лучше обогревается лучше вентилируется как любит говорить николай петрович воздуха и влага проницаемые так вот давайте с вами еще 15 сантиметровый слой земли уберем для того чтобы заложить скажем сено или солому да в принципе можете даже бытовые отходы которые у вас на кухне образуется тоже заложить если вы любите покушать у вас большая семья но у нас будет сейчас солома дорогие друзья сорняки и корни деревьев обязательно удаляем вон какая у нас уже образовалась куча поэтому будьте внимательны в нашем случае как я уже сказал это солома поэтому мы запаслись в достаточном количестве вот солома у нас уже второй год здесь ожидает поэтому грядка будет очень теплая и растения наши с вами ни за что не замерзнут поехали вот она наша с вами тепло для растений вот так вот вносим сантиметров примерно где-то 15 15 сантиметров вполне достаточно ведь наше сено или солома в данном случае будет перепревать тем самым вы знаете температура может доходить до 50 градусов легко я конечно не замерял но мои предположения что может быть и выше 50 градусов и грядка будет прогреваться однозначно потом вы же понимаете то что весь этот процесс будет выделять углекислый газ который очень полезен для наших с вами растений здесь мы будем высаживать томаты это моя любимая культура да и компания моя занимается селекцией томатов поэтому им отводится ну очень серьезное внимание так вот томаты будут себя чувствовать изумительно это же отличная подкормка для наших растений так вот выложили 15 сантиметровый слой и теперь можно немножечко совсем чуть-чуть присыпать землей мы присыпаем не просто так разумеется немножечко потому что сейчас мы поработаем вилами чтобы наша земля частично провалилась 15 сантиметровую толщину нашего с вами сена или соломы вот вот таким движением теперь у нас не просто пустая солома но в ней есть и земля землю мы с вами сейчас внесли в солому для того чтобы она сильно не уплотнялась и для того чтобы уж больно сильно грунт не провалился когда мы будем его засыпать ну а теперь засыпаем самое то главное не забудьте полить прольем обильно сейчас наш солома в данном случае сена уплотнится и мы будем продолжать засыпать плодородным грунтом а а почему плодородным да потому что здесь не просто грунт а здесь целый субстрат который в себя включает вермикулит торф раскисленный верховой песок речной ну и конечно биогумус у нас есть отдельное видео где и в каких пропорциях мы рассказываем как правильно составить этот субстрат так что дорогие садоводы огородники и цветоводы грунт должен быть плодородным он должен быть рыхлым должен быть влага и воздухопроницаемым и тогда наше и ваше растение порадует нас обильным урожаем и вы будете здоровенькие и крепенькие ровным счетом как и мы а с вами был василий блокин мечталин директор агрофирма партнер я с вами прощаюсь ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и и я думаю что вы узнаете для себя много полезного и нужного до новых встреч пока важно таким мероприятием заниматься нужно за 10-15 дней до того как будем высаживать томаты ну либо какие-то другие культуры чтобы наша грядка успела разогреться а и Продолжение следует...